ФБР Знаете, мы выслушали свидетелей, и ФБР их не допросили, поэтому нет никаких фактов. Зато вы допрашиваете меня. Вы допрашиваете меня, сенатор. Извините, что перебил, но это так. Мы ни к чему не пришли. Это был ответ Брэда Кавана на сегодняшнем заседании в Калифорнии. Ранее профессор Алан Дершавиц рассказал нам, чего он ожидает от сегодняшнего заседания. Что же он думает после его окончания? Алан Дершавиц, автор бестселлера «The Case Against Impeachment Trump», сегодня снова у нас в студии. Спасибо, что пришли, профессор. Вы смотрели заседание? Да, от начала до конца. Ну, что скажете? Ну, когда я ее увидел, то понял, что все выглядит правдоподобно. Я даже засомневался, есть ли у него какие-то шансы. Однако потом он сумел реабилитироваться. Свои показания он дал просто блестящие. По-моему, тут у них получилась ничья. Так как же победить? Я думаю, один из способов найти факты, и на его стороне фактов гораздо больше. Чтобы убедиться, что факты правдивы, нужно привлечь больше свидетелей и позволить ФБР дальше проводить проверку преступного прошлого. Возможно, в конце это пойдет ему даже на пользу. В нашем вчерашнем разговоре вы упоминали, что, по-вашему, Рэйчел Митчелл не совсем подходящий кандидат, выбранный республиканцами для допроса о Кристин. С вашей точки зрения, впрочем, у нас есть запись, давайте ее посмотрим. Конечно. Я бы хотел увидеть в действии величайший механизм правды, а именно перекрестный допрос. Однако я боюсь, что там не будет подходящих людей. Не похоже, что женщина, которую наняли специально для этого дела, имеет опыт в нем. Она прокурор. Именно поэтому я думаю, что она не самый подходящий человек для допроса Форд. И вы были правы. Если вы меня не критиковали за высказанное мной мнение, я оказался абсолютно прав. Она оказалась абсолютно некомпетентной в перекрестном допросе, просто потому, что у нее нет опыта. Например, главный вопрос сейчас в том, правильно ли она оценила Каванна. Ее не спросили хорошо, знала ли она его вообще. Сколько раз они встречались до этого. Насколько близки были их отношения. Не было ничего, что вызывало бы вопросы. Даже если ей так не кажется, она прокололась. Прокололась сильно. Похоже, республиканцы поняли это и уволили ее прямо во время процесса. Что тоже не самый лучший поступок. Те из нас, кто зарабатывает, задавая вопросы, затем сидят и слушают с открытым ртом, интересуются, в чем смысл? Она не плохой человек? Не глупая? Нет. Как человек, занимающийся приемом показаний... Ну, вы допрашивали. Вот когда вы задавали вопросы свидетелю, разве вы не делали это с целью доказать факты, прояснить историю? Вы ведь делали это не просто так? У вас должна быть теория. Каждый вопрос должен быть частью стратегии. Вы задаете первый вопрос, чтобы иметь основания задать второй. Она же просто задавала вопросы. Дело никуда не сдвинулось. У нее не было никакой теории. В итоге она ничего не добилась. Да. Брэд Каванна защищал себя сам, без помощи. Спасибо. Рад встрече, профессор. Очень хотелось, чтобы наши зрители узнали, подтвердились ли ваши предсказания. До вас торжествует справедливость. Большего нам и не надо. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова